Сейчас подкачаю ноги и буду бегать быстрее всех. Дарья, не торопитесь. Сегодня мы с вами потренируем не только выносливость, но и все остальные двигательные качества. А точнее займемся кроссфитом. Занятие состоит из тренировок дня. Они развивают не только силу мышц, но и выносливость, которая пригодится в повседневной жизни. Вот, Даша, это наш кроссфит-зал. Сегодняшняя тренировка будет проходить именно здесь. Так как в кроссфите используются сложные технические действия, необходимо, конечно, для начала освоить все эти движения под присмотром специалиста, тренера. Каждая тренировка уникальна. Упражнения не повторяются. Не стоит даже гадать, что приготовил тренер для следующего занятия. Мы сегодня начнем с гребли. Здесь главное, чтобы ноги и руки работали одновременно. Как и в любом тренажере, нагрузка может масштабироваться. То есть нагрузка должна подбираться индивидуально. С греблей на суше я успешно справилась. Следующее упражнение, которое выбрал для меня тренер – подтягивание на гимнастических кольцах. Для продвинутого атлета это подтягивание может выполняться на перекладине. Для новичка это может быть подтягивание в тирексах, либо вот таких гимнастических кольцах. Это упражнение нами уже освоено, поэтому, Даша, сразу приступаем к его выполнению. Следующий этап тренировки – приседание с тяжелым мячом. Нужно не только правильно присесть, но и бросить мяч в мишень, а затем поймать его. Этот элемент для меня оказался самым сложным. С большим трудом я выполнила его 10 раз и решила размяться, попрыгать на скакалке. Но и здесь оказалось не все так просто. Вот поэтому необходимо выбирать нагрузку адекватную своим возможностям. А теперь приступаю к настоящей тренировке на скорость. В кроссфите комбинируется не только бег, гребли и прыжки, но и лазанье по канатам, работа с гантелями, переворачивание покрышек и многое другое. Главное – выполнять эти упражнения без остановок. Вот это действительно кросс. За 11 минут я прошла все испытания и узнала, что такое настоящий драйвер. Продолжение следует...